МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зачем страховка? Горожане жалуются, что при покупке билетов на междугородние маршруты их заставляют оплачивать ненужную услугу. В Рязани ведется работа по сохранению памяти о земляках, воевавших за независимость страны на фронтах Великой Отечественной войны. В среду презентовали очередное издание пятого тома книги «Солдаты Победы». В данном томе вековечены имена солдат и офицеров, призванных из Михайловского района. Кроме поименных списков фронтовиков, в книгах представлены архивные материалы, а также статьи о восстановлении и развитии народного хозяйства Рязанской области в послевоенный период и краткие биографические очерки и фотографии. В каждом томе содержится примерно 15 тысяч имен. Сегодня в библиотеке имени Горького прошла презентация пятого тома книги «Солдаты Победы». Это уникальное издание, которое раскрывает неизвестные страницы истории. В нем можно найти малоизвестные ранние факты, воспоминания о войне, аналитические, исторические очерки, написанные рязанскими учеными-историками. 22 июня 1941 года на территории Рязанской области, как и на всей европейской части страны, было введено военное положение. Большая часть мужского населения в годы войны была мобилизована в ряды Красной армии. Всего за годы войны было призвано более 300 тысяч рязанцев. Они сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Вернулась половина, а ныне здравствующих ветеранов можно пересчитать по пальцам. Мы сегодня понимаем с вами, дорогие друзья, как важно вспомнить все эти страницы великой, трагической и вместе с тем героической истории. На нас, представителях более молодого поколения, тех, кто идет и пришел на смену участникам Великой Отечественной войны, на нашем поколении лежит своя мера ответственности за Великую Победу. Именно нам нужно вновь отстаивать идеалы той Великой Победы. Именно нам предстоит передать тем, кто придет к нам на смену, истории, рассказанные нам живыми людьми, с которыми мы можем еще сегодня встретиться. И именно мы должны будем нести знамя Великой Победы дальше. Более 14 тысяч имен фронтовиков, вернувшихся с полей сражений, увековечены в Книге памяти. В издании также включены имена тех участников войны, которые жили в послевоенные годы в Рязанской области. В пятом томе имена солдат и офицеров, призванных из Михайловского района Рязанской области. Солдаты Победы – это не только дань памяти тем, кто отстоял свободу и независимость нашего Отечества, но и научный документ, который позволит новому поколению изучать историю своего края и своей страны. А в Рязанском государственном областном художественном музее открылась выставка произведений военных лет «Озаренные светом Победы». В экспозиции представлена картина, где показана жизнь простого человека, его ежедневный солдатский подвиг. В художественном музее в преддверии празднования Дня Победы открылась выставка «Озаренные светом Победы». На выставке представлены работы самих фронтовиков, которые были написаны во время Великой Отечественной войны. Эти художники оказали огромное влияние на развитие и на становление искусства военного периода. Кроме того, хочется сказать, что на выставке представлены работы и наших с вами земляков, художников-ризанцев. Одной из особенностей выставки стали так называемые «Окна ТАССа». Это был специальный вид малотиражного плаката, создаваемого не печатью, а вручную, путем нанесения клеевых красок на бумагу через трафарет. Важное свойство таких окон – это мобильность, возможность мгновенной реакции на то или иное событие. Появилась новость – появилось новое окно. Это были листки сатирические, информационные, агитационные, где сочетался рисунок и текст. И эти листы графические были направлены на то, чтобы доносить до людей информацию, чтобы поднимать им настроение, выполнять роль действительно агитационную. Великая Отечественная война – это страшная трагедия, в которой в нашей стране никого не оставила безучастной. Но даже во время леденящих кровь сражений все же остается место прекрасному. А теперь настало время для рубрики «Экономических новостей». Добрый день! С вами Алена Куклева и это обзор экономических новостей. По информации Министерства экономического развития и торговли региона, в январе-феврале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс промышленного производства в Рязанской области вырос более чем на 5%. Почти на 10% и выросло производство хлеба и хлебобулочных изделий. За этот же период в регионе отмечен рост производства муки на 9,5%, мяса на 5%. Производство сливочного масла увеличилось в полтора раза. Кроме того, в регионе более чем на треть выросло производство медицинских изделий. Также увеличилось производство кирпича. Почти в два раза больше изготовлено женской одежды. Настолько же увеличилось производство комплектующих для автотранспортных средств. Также по информации Министерства экономического развития и торговли региона, в январе-феврале текущего года в Рязанской области выросла средняя зарплата, по сравнению с показателями того же периода прошлого года, более чем на 6%. Рязанская область вошла в десятку регионов ЦФО по уровню деловой активности малого и среднего бизнеса по итогам 2014 года. Таковы результаты аналитического отчета Росстата и Банка России. Лидерами рейтинга стали Москва и Московская область, а также Воронежская область, которая существенно опередили другие регионы. У нас, могу засвидетельствовать, один из самых крупных фондов поддержки предпринимательства. Не считая, конечно, городов-миллионников, и он очень работает. И мы каждый год выполняем вот эти цифры. Все очень скрупулезно проверяется. И, если я не ошибаюсь, этот фонд поддержки сейчас имеет около 400 миллионов рублей, которые выдаются предпринимателям под очень маленькие проценты. К другим новостям экономики. Госцена новостроек Рязанщины составляет 32 600 рублей за квадратный метр. Самые высокие показатели в регионах ЦФО, естественно, принадлежат Москве и Московской области. По данным издания «Домстрой», количество предложений на первичном рынке недвижимости Рязани ниже заявленной госцены составляет всего 4,36%, то есть 242 предложения. Если говорить о ценовой ситуации на рязанском рынке жилья, по итогам первого квартала нынешнего года, необходимо для более детального анализа вернуться в декабрь года минувшего, когда из-за резкого ослабления рубля, экономической нестабильности, падения цен на нефть, многие люди, которые собирались улучшить свои жилищные условия, либо приобрести жилье с инвестиционной целью для того, чтобы спасти сбережения от инфляции, решили закончить сделки до конца года. Это спровоцировало мощный платежеспособный спрос, как на первичном, так и на вторичном рынке. Число объема сделок били все возможные рекорды последних 3-5 лет. В результате рост цен был аномальным в декабре 2014 года. И, как следствие, в первом квартале 2015 года произошло снижение цен как на первичном рынке, то есть в сегменте новостроек за первый квартал цена снизилась на 3,4% и сейчас составляет 39 тысяч рублей за квадратный метр, так и на вторичном рынке, где цена упала на 1,5% и составляет порядка 47 тысяч рублей. Как вы понимаете, нынешние значения не сопоставимы с аномальными значениями декабря. На первичном рынке застройщики пытаются стимулировать платежеспособный спрос, прежде всего с помощью доступной ипотеки. Ипотека с господдержкой стартовала в конце марта 2015 года, и действительно она уже дает определенные результаты. Число заявок в коммерческих банках растет от 40 до 60% после принятия соответствующего постановления. Если мы говорим о вторичном рынке, то здесь ситуация более сложная, потому что продавцы квартир ждут некой стабилизации на рынке и не спешат снижать цену. Отсюда и меньшее значение падения цены по вторичному рынку. Возврат средних процентных ставок по ипотечным кредитам до уровня 12% годовых признан приоритетной задачей российского правительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия». Сегодня они уже где-то 14%. Задача сдвинуть их к 12%, как было в прошлом году, с тем, чтобы возродить и поддержать этот рост производства в строительном секторе. Я думаю, что это вполне достижимая цель, заявил президент. Напомним, что после мартовского постановления Кабинета министров о выделении 20 миллиардов рублей на господдержку ипотеки, минимальные ставки по ипотечным кредитам на покупку и жилья на первичном рынке достигли 11,9%. Прогнозы, на мой взгляд, позитивные. Как показывает развитие ипотечного кредитования конца марта, начала апреля, люди, скажем так, немножечко оттаяли, и значительно увеличилось количество первоначальных обращений. Если брать наш банк, берегательный банк, то в апреле уровень первичных обращений за ипотекой достигли среднего за 2014 год. Это очень хороший показатель. На вторичном рынке жилонедвижимости за прошедшую неделю. Средняя цена предложения в большинстве районов города увеличилась. Более других подорожали квартиры в Большом Центре – 2,3%. Стоимость квадратного метра составляет 49 900 рублей. Жилье в Гороще и Приокском оценивается в 47,4 и 45,9 тысяч рублей соответственно, что почти на 2% больше, чем на прошлой неделе. Средняя цена в Кальном и Шлаковом выросла на 1,5% и составляет 50,4 и 48,4 тысяч рублей. Квартиры в Малом Центре и Песочной прибавили 0,9 и 0,8%. Стоимость квадратного метра – 56 600 рублей и 47 500 рублей соответственно. Жилье в Московском и Канищеве оценивается в 45 200 рублей и 44 300 рублей за квадратный метр. Как сообщает издание «Домстрой», за отчетный период средняя цена в данных районах не претерпела значимых изменений. Провести 2015 год в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями предложил президент Владимир Путин в декабрьском послании Федеральному собранию. Во всех медицинских учреждениях, в том числе и в нашем регионе, проводятся сейчас мероприятия для заинтересованных своим здоровьем горожан. В России 2015 год объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведь по статистике около половины всех смертей в стране приходится именно на эту категорию болезней. Минздрав планирует изменить ситуацию с помощью профилактики борьбы с вредными привычками и создания в регионах центров управления скорой помощи. Многие вещи очень простые. Они просто требуют внимательного отношения к пациенту, к рекомендациям врача. Если они будут выполняться не одну неделю, не месяц, а годы, это позволит улучшить прогноз, как мы говорим. Рязанский кардиодиспансер начал с 11 апреля большую работу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая продлится до мая. Так сегодня прошел урок школы здоровья. Пациентам рассказывали, что делать, когда беспокоит сердце. Тема большая. Включает много аспектов и правил. Ограниченное употребление жидкости, соли, размеренные физические нагрузки. Конечно, нужны такие уроки. А как же не нужны? Некоторые долго лежат давно, некоторые только новенькие, как говорится, сердечники. Поэтому это нужно обязательно. Посещение таких лекций, проведение для больных – это хороший эффект дает. Что-то познаем новое. Кроме таких уроков пациенты узнают о своем заболевании также из настольных игр, которые устраивают для них медицинские работники. Что делать, если отекли ноги, кружится голова или ухудшилось зрение? Грамотность действий при первых признаках ухудшения работы сердца и своевременный вызов врача. Кардиологи говорят, лечение сердечных заболеваний наполовину зависит от самого пациента. Либо он, попав на прием к кардиологу, однажды прислушивается к рекомендациям врача, либо, в лучшем случае, окажется здесь вновь. Аризанское общество больных гемофилией 17 апреля отмечает Международный день гемофилии. Отмечает уже традиционно очередной донорской акции «Река жизни». Она завершилась накануне. Как известно, медицина как наука постоянно развивается, но, к сожалению, против некоторых заболеваний до сих пор не найдено лекарство. В основном это генетические заболевания, одним из которых является гемофилия. Болеют мальчики, а передают мамы. Заключается она в том, что из-за нехватки всего одного из факторов свертываемости полностью нарушается система кроветворения. Вот именно творение сгустка вот этого крови, этой пробочки, которая затыкает сосуд из-за травмы. Вот, собственно, и все. В день борьбы с гемофилией, который ежегодно отмечается 17 апреля в Рязани, уже традиционно проводится донорская акция «Река жизни», с помощью которой удается собрать необходимое количество доз для переливания больным гемофилией. Единственным средством лечения гемофилией до сих пор на протяжении всей жизни таких больных являются препараты и компоненты крови. А поэтому, естественно, что мы постоянно нуждаемся вот в таких компонентах и препаратах. И мы создали этот проект в начале 2000-х годов как средство самоспасения. Для больных гемофилией переливание является жизненно необходимой процедурой. И именно благодаря донорству больные могут на время забыть про свой недуг. Несмотря на убедительные успехи современной медицины, туберкулез остается, ну, если не такой страшной напастью, как это было, например, век назад, то все же опасным заболеванием. Сейчас борьба ведется прежде всего профилактическая. О новых методах исследования расскажет Ольга Харламова. Многие сейчас считают туберкулез болезнью прошлого, но это неправильно. В 2014 году по области туберкулезом заболели 527 человек, но благодаря своевременному обследованию количество детей среди них невелико – 10 человек. У взрослых метод обследования – это в основном флюорография. У детей – манту. Каждый год ребенку должны ставить реакцию манту и сравнивать результат с предыдущим годом. Проходить обследование на туберкулез обязательно, иначе и до урока в школе могут не допустить. Но интернет сейчас полнится слухами и историями о вреде манту. Говорят, там содержится фенол. Но нужно понимать, что его там очень мало. Фенол токсичен в дозах выше 70 мг на килограмм, то есть в 2000 раз и более превышающих дозу, вводимую при постановке реакции манту. Международное агентство по исследованию рака и охраны окружающей среды не относит фенол к канцерогенам для человека и не считают его генотоксичным. А навредить могут даже витамины, если с ними переборщить. В основном лекарства от яда отличаются чем? Дозой. Только дозой. Так вот те мили-мили-мили граммы фенола, которые содержатся в туберкулине, это тоже есть протокол Всемирной организации здравоохранения, который доказывает, что это никоим образом не влияет негативно на организм ребенка. Кроме того, начиная с 2009 года активно применяется диаскин-тест. Это туберкулин нового поколения. Его используют и дополнительно для проверки результатов после реакции манту. Если манту положительное, диаскин-тест назначается обязательно. Это такой же туберкулин, как и реакция манту делается с туберкулином. Но этот туберкулин нового поколения. Он рекомбинантный. Он совершенно сделан по новым технологиям. Он очень глубоко очищен. И поэтому, естественно, результативность этой пробы, она совершенно другая. Итога будет зависеть от диаскин-теста. Если он, в отличие от манту, отрицательный, значит все хорошо. Но это не все методы исследования. Не стоит забывать и про рентген. После того, как результаты проб оценили, уже по показаниям врача можно сделать рентген-снимок на этом аппарате. Также по показаниям врача можно сделать и томограмму легких. Такой аппарат предельно точный. Сделанный снимок изучит врач. И результат будет ясен. Так что метод исследования туберкулеза не один. Альтернатива есть всегда. Также не стоит путать и смешивать воедино пробы манту и диаскин-тест с БЦЖ. Это уже не диагностика, а прививка. Поэтому, сделав ее, нужно просто внимательно наблюдать за ребенком. Кстати сказать, БЦЖ используется во всем мире с 1921 года и скоро будет отмечать 100-летний юбилей. С 1994 года в нашей области все дети, за исключением тех детей, которые родились от взрослых больных туберкулезом, прививаются ослабленной прививкой. И мы были пионерами в нашей стране наряду с городом Москвой, когда абсолютному большинству, 99,9% детей, мы стали прививать не вакциной БЦЖ, а БЦЖМ, ослабленной вакциной. И остается добавить, что туберкулез в основном передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании, пении. Поэтому, если находитесь в помещении с кашляющими людьми, лучше одеть маску. А детям с ранних лет нужно объяснять простые правила. Регулярно обследоваться, вести правильный режим дня и нормально питаться, чтобы иммунитет был хорошим. И, конечно же, мыть руки. Недаром говорят, чистота – залог здоровья. Такие простые правила порой помогают избежать многих заболеваний, в том числе и туберкулеза. А теперь о проблемах горожан. В нашу редакцию обращаются жители города, которым приходится регулярно совершать междугородние переезды. Они просят разобраться с ситуацией, когда кассиры автовокзалов без предупреждения пассажиров пробивают в билетах строку о дополнительных страховых сборах. Размер этих сборов варьируется в зависимости от расстояния. Разбиралась с такой ситуацией Оксана Тебенихина. Страхование жизни – вопрос серьезный. Пользуясь услугами междугороднего общественного транспорта, некоторые пассажиры не замечают, что при покупке билета на автобус им, как дополнительную услугу, пробивают и страховку. Это не редкость, ведь многие граждане не догадываются, что существует такого рода добровольно-принудительный страховой сбор. Тут все понятно. На информирование граждан по вопросу страховых сборов хорошим назвать нельзя. Во-первых, хочу сказать, что сам закон о защите прав потребителей не дает права никакому исполнителю навязывать дополнительные услуги. По первому требованию пассажира кассир обязан забрать эту страховку обратно. Жалобы поступают, но это все, конечно, зависит и от людей, потому что мы стараемся сделать, конечно, лучше в связи с нашей дорожной обстановкой. Вот даже за последнее время произошло три крупных ДТП с участием автобусов. И вот данная страховка, конечно, дает большой плюс. Там идут выплаты более миллиона рублей даже. Услуга, несомненно, полезная. Недавний случай это доказал. Около месяца назад одна из пассажирок рейсового автобуса, попросив водителя остановиться, вышла из автобуса, чтобы сходить в туалет. По какой-то причине женщина решила, что сделать свои дела ей необходимо на противоположной стороне дороги. Попытка пересечь проезжую часть закончилась плачевно. Пожилую женщину сбили насмерть. Сейчас вопрос с выплатой компенсации родственникам погибшей решается. Можно ли воспользоваться этими услугами, когда случается какая-то беда? Да, действительно, когда происходит что-то и дополнительные гарантии того, что вы застрахованы, хотя полис вам не выдается, вы можете предъявлять в дальнейшем требования или, не дай бог, ваши родственники, если случится более что-то серьезное. Поэтому внимательно смотреть на те документы, которые вам передают в качестве платежа за какую-либо услугу. 20 рублей, конечно, ничью жизнь не спасут. Но денежная компенсация родне будет весомая. Сомнительная радость, конечно. Да и случай этот, по правде говоря, единичный. И все же обо всех дополнительных платных услугах граждан информировать необходимо. Тем более, что перед съемочной группой нашей телекомпании кассирам, оказывается, эта труда не составила. И снова возвращаемся к произошедшим городским событиям. На одной из автозаправочных станций очевидцы сумели запечатлеть заправку армейского бронетранспортера. А десантникам, которые направлялись на учебный полигон топлива полного бака, пришлось по душе. Сеть автозаправочных станций «Полный бак» заправляет любую технику. Не отказывайте в удовольствии своему любимому автомобилю. «Полный бак» поставляет топливо производства ведущих нефтяных компаний России и Белоруссии. Бензин отслеживается на каждом этапе транспортировки. И по прибытии проводится сверка качества. Всегда максимально качественное топливо и отличное обслуживание. Специалисты автозаправочной сети «Полный бак» – профессионалы. Смогут заправить технику любой сложности и любого масштаба. Будь то малолитражка, элитный внедорожник и даже боевая машина десанта. Как топливо? Отличное. «Полный бак». АЗС «Полный бак» расположены в черте города и имеют удобные подъезды и выезды. Для вас выбираются лучшие АЗС по соотношению цена, качество, местоположение. «Полный бак» – это полная забота о клиентах. Доступны цены и топливо высокого класса. «Полный бак» – любимая заправка. И на этом наш информационный выпуск подошел к концу. Мы желаем вам приятных выходных. И до встречи в эфире программы «Время говорить» на следующей неделе. До свидания. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова